Развитие торговли и промышленности, о продвижении продукции, о внешних рынках, цене на сахар и масло и о планах на 2021. Говорим в прямом эфире с Денисом Полюбиным, исполняющим обязанности председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Денис Владимирович, добрый вечер. Добрый. Приветствую вас в студии прямого эфира. Но прежде всего давайте поговорим о развитии отрасли торговли в регионе. Спасибо большое. Торговля действительно сердце любой экономики. У нас товарооборот Ставропольского края занимает 17 место среди других субъектов Российской Федерации. Это стало возможным благодаря системной и последовательной поддержке нашего губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича. Рыночная конъюнктура у нас благоприятная, климат для бизнеса благоприятный, но тем не менее пандемия внесла свои коррективы. Это отразилось безусловно на товарообороте, это падение спроса в связи с тем, что реальные доходы населения падают. В связи с введенными ограничениями в результате пандемии у нас из 44 розничных рынков 14 приостановило свою деятельность полностью. 9 тысяч предприятий розничной торговли тоже остановили свою деятельность в связи с введенными ограничениями. Это безусловно отразилось на товарообороте. У нас 10% минус к прошлому году. Если говорить о продовольственной продукции, то это порядка 8%. Если говорить о непродовольственной группе товаров, то это порядка 20% минус к товарному обороту прошлого года. Сейчас мы видим, конечно, к Новому году немножко у нас спрос и платежеспособность у населения увеличилась. Ситуация меняется, да? Потому что конец года, новогодние праздники, традиционно люди идут в магазины за подарками, плюс появляются какие-то премии, дополнительные доходы и так далее. Ну, в плане людей понятно, а в плане отрасли ситуация как-то изменилась при учете апреля, весны вообще в целом, да? И вот порог сейчас уже практически конец года. Что у нас изменилось? Видим существенное снижение в апреле месяце, да, когда был период ограничений. Но на сегодняшний день, повторюсь, у нас спрос и трафик магазина возвращается. Если говорить в целом о торговле, то вклад торговли вносит существенный внутренний региональный продукт, это порядка 16%. Порядка 15% от налоговых отчислений, это формирование бюджета Ставропольского края, формирует торговля. То есть более 260 тысяч человек занятых в отрасли. То есть в любом случае мы говорим о том, что пандемия отразилась на всех, в частности на людей. Спасибо большое. Ну, я предлагаю перейти к теме развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Но прежде посмотреть материал моих коллег. На Ставрополье зеленый горошек выращивают георгиевские аграрии. Единственные, кто это делает в регионе. В этом году урожай, к сожалению, ощутимо пострадал из-за сильной жары, засухи. Горох, который выстоял, отправляют на консервацию, на консервный завод в Георгиевске. Внимание на экран. Юрий Луценко много лет проработал за штурвалом комбайна «Кося пшеницу». Сейчас же он пилот, не то чтобы летает. Так тут называют водителя комбайна, который убирает горох. С пилотом его, вероятно, роднит внимательность и скрупулезность, которой надо подходить к работе. Но сам отшучивается. Причина в другом. Просто, наверное, кнопок много, но ты называешь пилотом, как в самолете. Фермер Николай из Георгиевского округа первым в крае взялся за выращивание этой культуры. А точнее сказать, рискнул взяться. Уж больно сложно в наших жарких краях растить горошек. Вплоть до того, что элементарно невыгодно. Погода может подвести. Невыносимой июньской жиры растения не выдерживают. Зеленый горошек пострадал ощутимо. Вот стручки. При лучших условиях они бывают в два раза больше. А сами горошины куда крупнее. 20 центнеров – это максимум, который получили с полей. Хотя ждали все 50. Много гороха так и осталось – желтеть на рядах. Очень жарко. Горох перезревает и высыхает. Нет дождей. Он теряет свои свойства. Как бы нет сахара. Просто желтеет, позревает и все. Повезло, что есть горошек, который не выгорел и выстоял. Самым стойким экземпляром – путь на завод. Там его ждет новая жизнь. Горох чистят воздухом и водой. Освобождают от шелухи и различных примесей. Дальше зеленый горох попадает на наполнитель. Дальше он попадает на машину заливы. Затем машина закатки. И дальше направление его идет по транспортерной линии на стерилизацию. Чтобы сохранить вкус и питательные качества, в консервированный горошек добавляют лишь сахар, соль и воду. И больше ничего. Так что до нас с вами он доходит практически в природном состоянии. Этот способ консервации появился несколько веков назад. Но с тех пор ничего более эффективного так и не придумали. Это один из завершающих этапов производства. Банки с уже наполненным горошком отравляются на склад. Там они простоят две недели. И только после этого их будут маркировать. И хоть урожайностью горох в этом году не отличился, салатом на наших столах быть. На заводе думают, зеленого горошка, надежно закрученного в банке, хватит, чтобы прокормить край. Ну а путь горошка от поля до банки отследили Джамиля Ибрагимова и Антон Красов в Ставропольское телевидение из Георгиевского городского округа. Ну а мы возвращаемся в студию. Итак, Денис Владимирович, вот тема развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Что нового в 2020-м? Какие-то наши победы, расскажите, пожалуйста. Да, как принято говорить, год был непростым. В том числе и для пищевой и перерабатывающей промышленности. Пандемия отразилась, безусловно, на деятельности этих предприятий. И хочу отметить, что ни одно предприятие в период пандемии у нас не приостановило свою деятельность. Они решали задачи по сохранению своего коллектива в период коронавирусной инфекции. То есть смогли обеспечить и защитить свой коллектив профилактическими мероприятиями, разделение потоков, создание трудовых резервов, разработки запасных планов в случае возникновения очагов на предприятии. Вот если, в принципе, занято у нас около 46 тысяч человек, мы смогли устойчиво продолжить свое развитие пищево-перерабатывающей промышленности. Это отразилось в объеме отгруженных товаров, плюс 10% в прошлом году, и также индекс промышленного производства 5,6%. В целом могу сказать, что развитие у нас стабильное. В этом году у нас реализовано 7 инвестиционных проектов, 3 из них по модернизации производства, 4 – это новых проекта. Инвестиционная емкость проектов составила более миллиарда рублей, более 500 людей, получила у нас дополнительные рабочие места. Я вас попрошу привести несколько примеров, ну, раскрыть нам несколько примеров тех проектов, которые успешно были реализованы в 2020-м. Например, это инвестиционный проект «Козий молочный комплекс» в селе Надежде Шпаковского района. Проект был более 500 миллионов рублей. Сегодня он успешно реализован. В марте месяца этого года очень активно находит спрос на эту продукцию. Вот недавно я встречался на ярмарке с руководителем отдела продаж, которая была в городе Ставрополь. Они активно выходят на рынки рестораторов. Город Сочи, Москва, Санкт-Петербург. Таким образом, эта продукция нашла своего потребителя. Она востребована, интересна. И я думаю, что с учетом выхода в рестораны этих городов, эту продукцию распробует весь мир. Также у нас интересный проект был в Александровском. Это молочный комплекс. Затем в Невиномысске кондитерские изделия. По модернизации, техническому перевооружению у нас проекты были реализованы в Дюк, местокомбинат. Затем это Холод и Пятигорский молочный комбинат. То есть предприятия не останавливаются. Даже в период сложной ситуации, связанной с пандемией, продолжают вкладывать деньги и привлекать инвестиции в свое собственное техническое перевооружение, модернизацию и развитие дополнительных ассортиментов. Этой продукцией мы закрываем Ставропольские рынки, а дальше куда идет? Это рынки российские или мы идем за рубеж с этими товарами? Продукция Ставропольского края полностью самообеспечивает потребность внутреннего региона. Безусловно, мы развиваем экспортное направление. Безусловно, наши продукции реализуются и в других субъектах. Ряд производителей, таких как Сыродел, Просковея, Меркурий, Балахоновский, ОВА Европа, имеют свою розничную сеть в других субъектах. Это Краснодарский, Ростовский, Краснодарский край, Ростовская область и так далее. И, безусловно, есть у нас экспортное направление успешное. Это, повторюсь, кондитерские изделия, Шоколент, Алексгрупп, молочная продукция. Например, МКС Ставрополя вышел со своей продукции на рынке Нью-Йорка. Творожная масса, глазированные сырки, сгущенная коровка с пребиотиком продается в магазинах Нью-Йорка. Затем, если мы уже говорим о новых современных подходах, то молочный комбинат Ставропольский, единственный в России, сумел ввести в производство молочный сахар. Это лактоза. Это единственное производство у нас в России. Она сегодня экспортируется в страны Закавказья. Это Азербайджан, Грузия. Ну, вот таким образом. Для чего используется, поясните? Лактоза? Да. Это продукт глубокой переработки сухого молока. Называется молочный сахар. Ну, я не знаю почему. Ну, то есть, получается, это и кондитеры могут использовать, видимо, да? Да, это используется и в том числе и в фармацевтике. Скажите, ну, может быть, какие-то новые производства были открыты прямо в 2020-м, которыми еще и можно гордиться? Ну, вот я о них сказал. Вот это вот они были, да? Емкость проекта в Новоалександровске, еще хлебокомбинат, емкость проекта была около 50 миллионов, 56 человек создан на рабочих мест. Ну, это 2000 тонн хлебной продукции будет произведено в 2020 году. Ну, то есть, мощности. Скажите, вот вы уже оговорились по поводу того, что были сохранены по максимуму рабочие места, по крайней мере, все наши руководители предприятий старались, чтобы, ну, сохранить коллектив, как вы сказали. Если это брать в процентном соотношении, вот, 100%, да, сколько удалось все-таки предприятиям сохранить людей? Знаете, вот губернатор Ставропольского края сказал, что бюджет Ставропольского края потерял около миллиарда, но бизнес потерял гораздо больше. Поэтому нужно здесь смотреть, поддерживать. Удалось, удалось сохранить нашими пищево-перерабатывающими промышленностями основные кости коллектива, потому что, повторюсь, при сложных условиях работы мы смогли нарастить все-таки объемы производства, продолжить устойчивое развитие. Мы в экономику привлекли порядка 1,2 миллиарда рублей в этом году в пищево-перерабатывающую промышленность. В части торговли, ну, продолжает развиваться у нас и фирменная торговая сеть, и открываться магазины. Вот недавно были на распределительном центре X5 Retail Group. Вот, более 5,5 тысяч наименований продукции. Ну, могу с уверенностью сказать, что Ставрополье занимает лидерские позиции по объему производства. Например, пищево-перерабатывающая промышленность. Вот в 2020 году, ну, уже так можно предварительно подвести итоги, около миллиона тонн зерновой продукции было переработано. Лидеры – это МАКФА, Корона Ставрополья и другие производители муки. Затем у нас около четверти миллиона было переработано молочной продукции. Крупные – это Пятигорский молокомбинат МКС. И около 430 тысяч мясной продукции было переработано. То есть по мясной продукции мы вообще занимаем второе место в России по объему переработки. Безусловно, это мясо птицы в основном, и затем там гвардия мяса свинины. В целом, если говорить о вкладе торговли и пищевой перерабатывающей промышленности в бюджет Ставропольского края, то это более четверти доходов формирует вот эта отрасль. То есть это существенный большой вклад, и все это благодаря поддержке губернатора. Скажите, вот интересно, в связи с пандемией и с эпидобстановкой кому-то из предприятий приходилось частично перепрофилироваться, переходить на какие-то другие виды продукции? Вы знаете, нивелирование рисков, связанных с падением спроса, низким курсом рубля, оно связано с выходом наших предприятий на внешние рынки, с увеличением объемов. То есть мы всегда ищем каналы сбыта. Ну, я потом о каналах сбыта отдельно расскажу, по продвижению Ставропольской продукции. Но в целом, выход следующий, они расширяли ассортимент, линейку своей продукции и находили своего покупателя, занимали ниши, которые не заняты. Ну, у нас следующий вопрос как раз-таки продвижение продукции касается, да, Ставропольских именно товаропроизводителей. Ну, вот позволил ли непростой для всех 2020 год, да, проводить и ярмарки, и какие-то торгово-закупочные сессии, какие-то выезды? Потому что мы понимаем, что мы работали в очень ограниченных условиях. Да, согласен с вами. В связи с этим ни ярмарки, ни торгово-закупочные сессии не приостанавливали свою деятельность, потому что все понимают важность этих мероприятий на наших, в первую очередь, производителей, ну и для покупателей, наших потребителей с вами. Значит, торгово-закупочные сессии у нас проводились традиционно. На этих торгово-закупочных сессиях мы собираем производителей, представителей ритейла, это и федеральные сети, и наши краевые сети. Там происходит заключение договоров, обсуждение цены, объемов поставок. Так у нас количество поставщиков Ставропольской продукции в федеральный ритейл выросло, ну, порядка на 15-30% в зависимости там от производителя. Например, там в «Магнит» у нас более 100 Ставропольских производителей. В «Х5 ритейл», который входит «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток» там около 100, за «Крома» более 100 поставщиков в «Лента» там не дотягивает там 50 поставщиков. То есть количество Ставропольских производителей, которые выходят в сеть, оно растет. И это все благодаря торгово-закупочным сессиям. Насколько тяжело войти в федеральную сеть крупную, Ставропольскому, даже если Ставропольцу, и даже если это, как бы, ну, может быть, не самый яркий там магазин, да, но все равно он находится в федеральной сети. Для этого что нужно? Определенный пакет документов, определенная продукция? Есть требования к качеству, есть требования к объемам, есть требования к срокам поставки. Если вы по всем этим критериям проходите, то вы можете стать поставщиком в федеральные сети. Да, они непростые, не каждый производитель, особенно мелкий производитель, может выйти в эти сети, потому что опять требования по объему. Ну, вот недавно я посетил крупный распределительный центр в городе Лермонтове, это принадлежащий «Магниту», «Тандр». Там уникальная система создана на проверке качества. То есть приезжает фура, разгружается, оператор в Москве говорит, из какой упаковки взять ту или иную продукцию, разрезать на столе, и там установлена камера высокого разрешения. И они смотрят на продукцию, соответственно, отбраковывают. То есть коррупционных составляющих, по минимуму, контроль качества. Это просто рандомное, да, такое? Да, абсолютно рандомное. Оператор не знает, в каком центре это все происходит, то есть просто говорит и абсолютно беспристрастно, объективно оценивает качество продукции. Ну и высокие качества, конечно, продукции, объемы. Повторюсь, что мелкие производители, конечно, тяжело им выйти без кооперации. Но тем не менее для них мы тоже создаем, развиваем сетку и каналы сбыта. Это мелкая розница, это мобильная, нестационарная торговля и в первую очередь ярмарки. Ярмарки у нас в этом году активно развиваются. Создано 220 площадок по всему Ставропольскому краю. Это 639 ярмарок мы провели в этом году. Более 400 производителей приняло участие. 11,5 тысяч мест создано в этих площадках. И я вам хочу сказать, что наторговали там более чем на 700 миллионов рублей. То есть это такая доступная, гарантированный канал сбыта для наших мелких производителей, которые могут выйти и предложить свою продукцию для потребителей Ставропольского края. Кто из наших в этом году вошел в федеральную сеть? Или может быть накануне, в 2019-м? Вы знаете, я так предметно не могу сказать, наверное, не имею права. Потому что это конфиденциальная информация. Были Ставропольцы, которые вошли. Например, по Магниту 38 участников добавилось. По X5 Retail 22. Ну то есть по закромам это региональная сеть. Тоже количество поставщиков из года в год растет. Я вам хочу сказать, что доля Ставропольской продукции в федеральном ритейле тоже растет. Если говорить, ну это, доля занимает от 30 до 90 процентов. Если говорить о хлебобулочной продукции, то в федеральных сетях Ставропольская продукция занимает около 90 процентов. Если говорить за мясо, мясо птицы в первую очередь, то около 76 процентов. Если говорить за молочную продукцию 67, если говорить за минеральную воду, спиртные напитки, порядка 47 процентов. Вы имеете ввиду Ставропольский или Российский рынок? Нет, нет. Я имею ввиду только доля Ставропольских производителей на полках федерального ритейла. Это пятерочка X5 Retail. То есть наша с вами задача, наша задача Комитета пищево-перерабатывающей промышленности, чтобы эта доля росла. Средняя, если мы возьмем средняя, то это около 27 процентов доли Ставропольской продукции в магазинах. И, конечно, мы ставим для себя амбициозные задачи с каждым годом хотя бы по 3-5 процентов увеличивать присутствие наших Ставропольских производителей на полках сетевого ритейла. Ну и про то, что мы можем купить Ставропольское как в Ставрополе, так и в Майкопе, к примеру, или где-то в Краснодаре. Мы такую аналитику не проводили по доле. Я говорю про долю в Ставропольском крае наших производителей. Только об этом могу сказать сейчас. Я поняла. Ну вот скажите об успехах наших производителей при работе на внешних рынках. Мы берем 2020 год, подводя итоги года. Кто вышел на внешний рынок? Да, ну так как у нас падение спроса, падение реальных доходов населения, наши производители пытались диверсифицировать свои риски, каналы сбыта и обратили внимание на экспорт. У нас в этом году динамика экспортная плюс к 16 процентов к прошлому году. Этому способствует низкий курс рубля, который делает нашу продукцию более конкурентоспособной. Ну, говорить о качественных характеристиках не имеет смысла. Все мы знаем, что у нас Тавропольская продукция очень качественная и востребована за рубежом. Вот МКС вышел со своей продукции на новой рынке. Ну, про Нью-Йорк мы говорили. Да, про Нью-Йорк. Это творожная масса, это сырки, вот, это коровка с пребиотиком. То есть сейчас особое внимание потребитель уделяет функциональному питанию, который имеет там лечебный профилактический характер. Ну, помимо этого, еще и вкусный продукт. Вкусный продукт и полезный, самое главное. Вот. Затем Аликс Групп, это вот кондитерские изделия. Они сегодня рассматривают выход на рынки Китая, Индии, Турции. Затем, что бы еще хотел отметить, Шоколенд, который рассматривает сегодня активно Китай как основной рынок сбыта своей продукции. Вот. Ну, и другие. В целом, если говорить, 211 миллионов долларов мы наторговали. У нас хорошая динамика по масло-жировой продукции, по мясу, в первую очередь мясу птицы. Вот. Ну, и по готовой прочей продукции тоже мы успешно развиваемся. Лактозу МКС у нас реализует в Грузию и в Азербайджан. Будут ли новые партнеры в 2021, по крайней мере, может быть, в первой его части? Обязательно будут, потому что эти задачи перед нами поставил губернатор Ставропольского края. Мы действуем в рамках указа президента по наращиванию объемов экспорта. Более того, сегодня весь мир у нас живет в интернете. Мы сегодня развиваем электронную торговлю. Это через маркетплейс Alibaba Amazon, где у нас также представлены и Нарзан, и Элита Минерал Групп. Кстати, Ставропольский пивзавод тоже активно развивает это направление. И уже экспортирует, в том числе и в Соединенные Штаты Америки, свою продукцию. В целом, у нас на последнее время было при поддержке фонда, поддержке предпринимателей субъектов малого и среднего бизнеса, было 18 предприятий зарегистрировано в маркетплейсах Alibaba, и успешно заключаются контракты, реализуются продукции за рубеж. Многие проекты перешли на 2021 год, в связи с тем, что были задержки в поставках оборудования. В 2021 году у нас 12 инвестиционных проектов. Общая емкость инвестиционных проектов составляет 6,3 миллиарда рублей. Будет создано порядка тысячи рабочих мест. В основном это 4 проекта мясного направления, 4 проекта молочного и 4 проекта по переработке овощей. Сушка, переработка, консервация. В целом эту политику будем продолжать, привлекать инвестиции в отрасль. Здесь залог успешного развития и создания дополнительных рабочих мест. У нас задачи, которые стоят в части развития экспорта, это экспорт не только сырья, но и экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь инвестиции решают ключевую роль. Конечно, развитие перерабатывающей промышленности. Ну и немаловажный вопрос. Конечно, взлетели ценник на сахар, взлетел ценник на подсолнечное масло. Но мы стабилизировали этот вопрос на Ставрополье? Это ключевая тема была в федеральной повестке, о которой говорил президент, обратил внимание на рост цен на сахар, масло подсолнечное. Буквально вчера я докладывал губернатору Ставропольского края о ситуации на потребительском рынке. Действительно у нас есть рост цен. Во многом он обусловлен росту стоимости сырья, так как сырье у нас занимает существенную долю в себе стоимости продукции. Например, макароны, хлеб, мука. Это стоимость зерна. Зерно у нас выросло порядка 20-30% в прошлом году. Это связано с низким валовым сбором в мире, плюс низкий курс рубля. То есть у нас объемы экспорта выросли, потому что страны, главные импортеры в период пандемии хотели сделать больше запаса, чем делают обычно. То есть закупка и спрос был больше. Но, соответственно, все это подстегнуло рост цен на внутреннем рынке. Аптово-отпускные цены выросли, и выросли цены у нас в рознице. Мы проанализировали, что у нас происходит по всему сетевому ритейлу. Значит, наценка на товары первой необходимости у нас составила от 8 до 23%. В принципе, это лежит в пределах погашения издержек и низкой рентабельности сетевого ритейла. То есть и проанализировали отпускные цены у наших производителей. То есть можно с уверенностью сказать, что производитель Ставропольского края – это социально ответственный бизнес, который в интересах нашего потребителя сдерживает цены за счет своей рентабельности и маржи. По сахару и подсолнечному маслу у нас был принят комплекс решений на уровне правительства Российской Федерации. Установлены пределы для производителей и для розницы. Например, по сахару максимальная цена от производителя – 36 рублей, в рознице – 46 рублей. По маслу подсолнечному от производителя – 95 рублей, 110 рублей в рознице. К этому соглашению у нас присоединились «Магнит», «Пятерочка». Более того, «Экспират Ритейл Групп», они добавили еще 9 наименований продукции. Присоединилась региональная торговая сеть «Закрома», которая также на 5 наименований продукции снизила цены в рознице. Ну и, соответственно, взяли на себя обязательства по сдерживанию цен. И наши производители – это Ставрополь Сахар, Невиномысский маслоэкстрационный завод, также подписали соглашение. И также оптово-отпускные цены будут не выше установленных правительством Российской Федерации. Также ряд мер правительство приняло в отношении стоимости сырья. Это квотирование, это госпошлины, таможенные пошлины на вывоз продукции. И Федеральный Центр новую господдержку ввел, субсидирование части затрат хлебопеком на 1000 тонн произведенной продукции, 2000 рублей будут компенсированы затраты. Всего в бюджете Российской Федерации около 3 миллиардов рублей. Будем поддерживать наших производителей. Это, в принципе, созвучно с тем решением, которым принял губернатор. Оно было немного заранее. В части поддержки нашим хлебопекам, их порядка у нас 10 крупных предприятий по производству социального хлеба, именно социальные булки. Таким образом. То есть мы последовательно продолжаем работу по контролю и мониторингу. Мы здесь вместе с Федеральной антимонопольной службой, вместе с органами местного самоуправления. То есть мы эту ситуацию мониторим и контролируем. Спасибо большое, Денис Владимирович. Я думаю, что на этой позитивной ноте приятно закончить прямой эфир. Я напомню о том, что была в студии Марина Мацарская. Не переключайтесь и смотрите свое. До свидания. До свидания. До свидания.